привет друзья рад видеть вас на канале мир моделей и мы продолжаем сборку града на прошлом занятии мы залили мастер модель диска давайте посмотрим что получилось не аккуратненько форма резиновая прочная силикон качественный поэтому аккуратненько расширяем отлепляем и достаем ну и в принципе у нас все отлично досталось кожух автоподкачки у нас не вырван и все у нас про пролилось наверное по крайней мере болтики все есть все на месте вот и теперь у нас получается форма наоборот то есть делали мы его так вот теперь у нас получился такая формочка и кстати она открытая поэтому достаточно просто будет мне все залить давайте попробуем пробную отливку сделать так для литья нам потребуется смола я использую двухкомпонентную смолу этой же фирмы смут он смут каст 300 у нее срок жизни всего лишь три минуты поэтому здесь надо действовать гораздо быстрее замешивать будем стаканчики для дозировки возьму двух миллилитровые шприцы но думаю что по кубику одного и второго для первой пробной отливки нам хватит а потом уже более точный понятно будет объем нужный так также я вот это не обязательно но я использую колер зеленого цвета это специальный колер для смолы но говорят что можно использовать принципе в принципе какую-то краску там не специальную там не больше трех процентов добавлять то есть там практически очень немножко палочку мешать смолу у нас очень мало времени поэтому все делаем очень быстро и опять же для дегазации два варианта есть это вакуумная камера или центрифуга у меня вот данный момент такая вот центрифуга колпачок от краски спрея вместо ванночки и на трех тросиках закреплена трубка и в ней жестко закреплены эти три тросика без трубки тоже можно но перегрузки достаточно большие на тросиках и буквально там за две-три отливки на пальцы мозоль поэтому так модифицировал крутить ее гораздо проще то есть сюда наливаем смолу ставим и крутим там буквально секунд 40 крутим и все у нас больше времени нет и все и ждем пока высохнет полимеризуется примерно минут 20-30 давайте попробуем сделать первую отливку отсчет времени у нас начинается после того как мы вторую второй компонент смолы добавляем поэтому пока не торопясь спокойно можно все это дело делать шприцы естественно не путаем тогда можно будет им и пользоваться неоднократно и один убив краску я использую для того чтобы подкрасить смолу потому что пока она жидкая она прозрачная когда полимеризуется она становится чисто белого цвета на котором практически вообще не видно ни формы никакие там огрехи получились или не получились ничего не понятно поэтому надо лучше использовать с краской при добавлении в белую смолу получить получается такой же зеленоватый цвет но в зависимости от количества краски которая попадется так ну и подготовим ладно поехали палочки просто чуть-чуть дотрагиваюсь до краски пока она прозрачна становится такой темный надо делать все быстро но не суетиться перемешивать надо тщательно смола очень жидкая получается в итоге чуть-чуть раздвину чтобы она везде проникла помещаем аккуратно центрифугу и не расплескаем стараясь не расплескать но немножко конечно вылилось но у нас литник большой ну можем принципе виднее было ну и все ждем 20 минут вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, первая тестовая отливка. Зелёный цвет нам чётко даёт понять качество, оценить. Вместо двух болтов у нас пузырьки получились. И гайки у нас вот все чётко пролились, но вот на нескольких гайках, раз, два, три, четыре, пять, нету торчащих шпилек из них. Ну а в остальном кожух, в принципе, почти идеально получился. В остальном меня прям всё устраивает. Посмотрим, как следующие отливки будут получаться. Может быть, эту даже забракую. Если остальные получатся лучше, эту забракую выльем ещё раз её. Остальные я сделаю самостоятельно, конечно, отливки. На следующем занятии покажу уже готовый результат. Общий принцип, я надеюсь, литья в силиконовую форму вам понятны. Поэтому на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.